Привет, друзья! На связи Денис Кожер. И в этом видео я хочу поговорить о такой вещи, как альбедо, что это и как это использовать при рендере. Если обратиться к Википедии, то она говорит о том, что альбедо – это характеристика диффузно-отражательной способности поверхности. Например, простым языком, если говорить, то это то количество света, которое может отразить ваш объект, материал. Итак, как его правильно настроить в 3D Max, а точнее даже больше под движок Corona мы сейчас будем рассматривать, и как проверить себя. Один важный момент – никогда не ставьте такие критически высокие значения. Для самого белого материала, который только может быть, самое большое значение, которое допустимо ставить, это может быть 200-210. Больше не стоит ставить. Сейчас ради эксперимента ставим 255, чтобы показать, как можно себя проверить. Заходите на вкладку Render, Render Setup, или горячая клавиша F10, и здесь в Render Elements добавляете такой параметр, как Corona Shading Albedo. Окей. Дальше. Сейчас поставим разрешение чуть поменьше. Запускаем рендер. И у нас сейчас появится дополнительная вкладка, дополнительный слой, на котором мы можем посмотреть, правильно ли мы настроили Albedo. Итак, у нас пошел рендер. И видите, здесь появилась вкладка Shading Albedo. Если на нее нажать, она подсвечивает красным цветом те места, в сцене, у которых Albedo задано неверным. И вследствие этого и сам рендер будет идти дольше, и будут некоторые ошибки в просчете. Что нам нужно делать? Останавливаем рендер. Заходим в редактор материалов. Берем, к примеру, пипетку. Берем те места, чтобы взять тот материал, который у нас неправильно настроен. Допустим, стены. Здесь я специально поставил 255, чтобы вам показать. Ставим, допустим, 180. Запускаем рендер заново, чтобы проверить, сработало или нет. Итак, как вы видите, сейчас, когда мы изменили, то критически яркое, большое значение в диффузном цвете у материала стены, оно сразу же пришло в норму. И есть еще пара проблемных мест, которые я специально сделал для примера, которые точно таким же способом, просто уменьшая значение в диффузном цвете с 255 до более маленьких значений, будет исправлять это. Таким образом, вы можете через этот рендер элемент проверять себя и тем самым избавить от более долгих и менее корректных просчетов себя и получить более красивые рендеры. Надеюсь, это видео вам было полезным. Пишите в комментариях, задавайте вопросы. Подписывайтесь на мой канал, если вы хотите первыми узнавать о выходе новых видео. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!